Всем привет! С вами Шима. Очень рады видеть вас на своем канале. Очередной влог. Кирюха спит. Пока спит, пописала немножко лицо. В принципе, в лице почти все готово. Ну, еще, конечно, не все. Блин, на камере все черным. Вот это кажется, на самом деле, тут цветное. И вот здесь плавный прям совершенно переход, а здесь кажется, как будто так вот серая полоса. Надо ждать, чтобы он полностью просох, и тогда пижамку тоже можно прописать. Тут только уголок сделала, увела туда за лицо. Несколько больших мазков потом введу. Опять я в магазине. В магазинах вчера тоже ходила все весь вечер, но не было зарядки, не могла ничего заснять. Столько всего красиво, так все это хочется. О, кстати, классный очень кораблик. Можно Кирюхи в комнату взять, ха-ха. Сейчас просто на стадии последних штрихов комнаты я уже основное заказала. Мне нужна очень для салфеток штука, которую держат на стол ставить, но тут нету. Ты поешь, Кирюш? Лыбун, ты поешь про самолет? Молодец. Выбирала я, выбирала. Смотрела Кирюхе в комнату вот такие какие-то штуки. Ничего не понравилось и случайно наткнулась на офигенный ананас. Корзину ананаса. Вообще чума просто. Конечно, я понимаю, что в детскую это чревато, но он, в принципе, умный мальчик. Я думаю, это будет без крышки у него, а когда к гостю будут приходить, и когда мне для красоты захочется, то я буду крышку ставить. И сюда ему влезут все игрушки. Я думаю, даже заменят нашу коробку. Супер. Я просто не могу уйти без него. Много всяких корзинок. Уже показывала я этот отдел. Здесь нужны корзины. Это как раз тот, который в Гринвиче находится. Хомсенс опять. До этого я была в Маталанд Хомбейс. Там тоже очень много классных штук, но корзины самые лучшие всегда в Хомсенс. Я в отделе подушек. Вот эти мне понравились. Но для их вида дороговато стоят. И пледы сейчас выбираю. Кирюхе на кроватку. Ручкой помашешь, зай? Да. Привет. Плед. Вот такой мне понравился. Шерстяной. И очень классный. Цвета наши серые. С этим. И освежающий такой белый. Тут приятный к телу. Не флисовый. Видно, что дорогой. Плед хороший. Подушку еще не решила брать. Не брать. Плед, наверное, возьму все-таки. Вернулась я в Маталанд купить к своему ананасу подружку зеркало. Мне прям вообще отлично. Не знаю, в одну комнату сделаю или в две, может быть, в зал. Но, в общем, точно найду, куда это зеркало пристроить. Мне нравится, что оно необычно. Это железное, эти солнце уже достали. А вот это плетеное, оно, с одной стороны, простое. И в этом его кайф. То есть оно такое этническое. А у меня, кто смотрел мои рум-туры, у меня в коридоре все этническое. Поэтому он и в коридор пойдет прекрасно. Но и кирюхе, если что, с этим будет сочетаться. В общем, найду, куда воткнуть. Готовлю салатик с креветками. Тут у меня разные всякая травка. Шпинат, листья салата, руккола. Карамелизирую для этого лук с сахаром и чесночком. Он уже почти готов. Я его до черноты не буду доводить. Два раза долила водички, чтобы вся вкусняшка впиталась в лук. Креветки сейчас сюда закину. Можно со свечи. Или, кстати, вкусно. Можно с терияки это делать. С львом, кстати, соусом тоже будет вкусно. Сейчас авокадо почищу. И креветки сюда кину. Что ж, мой салатик готов. Это вот нам сейчас на двоих. И потом мы покушаем на ужин что-нибудь другое уже. Кстати, для беременных авокадо содержит больше всего фолиевой кислоты. Так что больше всего его советуют кушать. Короче, попадос. Это великий Алиэкспресс. Великий и ужасный. Печать вот эта, я хорошо, что проверила. Она мажется от воды. Если вот чуть-чуть попробовать, с влажным пальцем потереть, оно будет размазываться. Вот чтобы этого избежать, чтобы все было нормально, я сейчас покрою лаком покрывным. Хорошо, что я художник. У меня все это есть дома. Чтобы оно не мазалось. А вообще можно акриловым лаком покрыть. Самое лучшее, на самом деле, ровное, чтобы все могли это сделать, это купить просто в баллончике. Аэрозоль, прей для покрытия художественных работ. Виндзер и Ньютон разные делают. Для рисунка, для графики. Вот тогда просто баллончиком вот так побрызгать, и все отлично будет. Никакого геморроя. Но она стоит дофига. Вот эта дорожка стоит 3 копейки, а стоит дофига этот лак. Поэтому, конечно же, надо просто смотреть и писать, и отзывы смотрите в комментариях. Я напишу отзыв, что это мажется. То есть так оно, конечно, не мажется ничего. Но если намочить, а так как я хочу надолго, и так как это дети будут рядом бегать, естественно, что-то докапнет. Готово дело сушится. Теперь оно высохнет. Оно потом матовым станет, оно не будет блестеть и посветлее станет. Все, в принципе, быстро, легко я покрыла. Вот так видно текстуру этого холста. Доперла! Коляска у меня, короче, как это место. Шопинг-тролли, так сказать. Короче, Кирин шел рядом со мной. Аж никуда я сегодня улезала. Там еще полный ананас добра. Сломался автобус на полпути. Мы в огромную гору. Шли вдоль трассы пешком. Кирюха рядышком со мной шел за ручку. Геройски. Короче, это вообще капец. Но мы уже дома. Продолжаю извращаться над яблоками. Уже пеку каждый день. Надоело. Сейчас решила глазировать сахаром и корицей. Это все дело, чтобы они немножечко постояли, пропеклись. Потому что я люблю напеченые. А эти как раз кислые очень. Они будут классные. И покрылись такой корочкой сахара-карамели жареного. На сливочном масле все это дело я делаю. Ну вообще, даже если они просто печеные, будут тоже нормальные. Если туда водички налить, можно вообще не геморроиться. Вот как выглядит зеркало. И вот этот ананас, он очень большой. Еще взяла я облачко. Почему я его взяла? Потому что, во-первых, он из дерева пластикового я не хотела. Во-вторых, он серый внутри, как мне надо. Это облако. Я хотела именно облако. И в-третьих, вот здесь в боку кнопка. То есть ребенок сам может включить и выключить, когда я прикреплю в стене. А большинство этих ночников, во-первых, из пластмасса. Во-вторых, они только сзади включаются. Поэтому его повесить невозможно. Ну и сейчас делают какие-то дорогие. Я смотрела там, которые в три раза дороже, чем я сейчас купила. Делают на заказ. Даже дело не в том, что это дорого стоит, а в том, что просит мне геморроизу эту вещь еще на заказ сделать. Как бы это не такая необходимая вещь. А сейчас я встретила как раз то, что мне надо было. Одноразовую скатерть взяла. Такую тканную. Ну, одноразовую на Рождество. Новый год мы празднуем у родственников. Рождество мы вообще не празднуем, потому что наше Рождество в январе, естественно. А местное выходное Рождество. Просто у нас ужин будет. Тоже родственники приедут к нам, друзья. Поэтому просто накроем. Чтоб взял скатерть, выкинул и не надо париться. Не, ну какой ананас, а? Какой ананас? Шортики. Ты хочешь шортики? Нет. А сядь на пол, кто там? Нет. Да. Кто там, Кирюша? Нет. Ножки внизу. Ножки, а если присесть? Тяжелый, не надо поднимать. Хочешь посмотреть, что там внутри? Игрушки. Пока нету. Будешь складывать туда игрушки? Там скоро будет матрасик, Кирюш. А облако хочу вот рядом слева повесить. У него будет один поярче ночник, это для нас. И вот этот будет ночью, чтобы он спать мог с ним. И закончил. И закончил, папа. Все, будешь сюда игрушки складывать? Не знаю. Не знаешь? Мама, закрой. Закрыть ананас? Ты сам закроешь? Аккуратно. Так. Умница. Дай пять. Да. Ай, молодец. Кирюшка плавает в воде. Да, плавает. А находит попозь. Да, молодец. Все верно говоришь. Решила я зеркало с этой стороны повесить. Это лучше. Потому что когда подряд нельзя одну и ту же текстуру делать. Это не очень будет смотреться. Поэтому я отклею в середине треугольники. В середине отклею. Тут как раз пусто. Мне не нравилось этот уродливый диван. Но у нас просто другой нам не подходит. Потому что у нас каждую неделю просто круглый год у нас живут. Кто-то живет, родственники приезжают круглый год. Друзья. Этот диван, он единственный, который может выдержать вес. И эксплуатацию такую. И как бы родственники много весят. Поэтому надо, чтобы было надежно. Ну и пока в съемную мы не хотим другую покупать. В общем, чтобы его как-то облагообразить. Этот страшный диван. Мы подушку накидаем. И сюда вот эту соломенную штуку. Вот здесь будет она в центре висеть. А напротив будет ананас. Чтобы текстуры повторялись. Тогда она будет все симпатичненько. Нравится ему так эта доска. Весь день к ней прибегает. Сижу, монтирую на арт-канал. Видео про наброски заснеженные. Сейчас как раз к зиме актуальная тема. Параллельно покрасила несколько слоев ночничок, который купила в HomeSense. Вот так вот супер получилось то, что мне надо. Я ищу этой краской сейчас половину стен в доме. У нас же стены белые. Такой уже цвета. И у нас где-то судорные были стены. Я как раз их подкрасила. И это, и это. У меня вот пока сохло, я дальше там монтировала. Тут помонтировала, еще слои прокрыла. Пришел матрас к нам наконец-то на кровать. Кирюха с таким счастьем залез в свою кровать. Он прыгал минут сорок. Он, наверное, радовался, скакал, не мог успокоиться. Как ему понравился этот кровать-домик. И матрас, когда привезли, он прям прыгал. Матрас, папочка, матрас, ура, пришел матрас. Это очень мило было. Приходят постепенно мне все мои заказы. Вот эти штуки оказались огромными. И классно, что наклейки уже в наборе. А то я думала, как я их лепить буду. Классные стильные штучки. Как раз они прикольно сочетаются с таким стилем соломенно-индейским у нас в комнате. Они прям очень большие. Я думала, они меньше будут. И вот каждая штучка в своей упаковке со своими наклеечками. Так, а где еще одна? Ха-ха, нам одну не положили. Сейчас буду им писать. Я четыре заказала, а пришло три. Вот вам Алиэкспресс. Пришли мои фонарики с сайта ИТСИ, по-моему, как-то так называется. ИТСИ, по-моему. Заказывала их из Таиланда, потому что там намного качественнее вот эти штуки сделаны. То, что делают в ИК, то, что на Алиэкспресс, они все какие-то мятые. Они все немножко... В общем, нитки не так густо нанесены. Не так... Те сочетания цветов были красивые. Не то, что мне хотелось. Поэтому заказала на ИТСИ. Но они стоили всего 6,5 фунтов. И 8 долларов, по-моему, я заплатила за доставку. И доставка шла где-то две недели. Так выглядит классно. Наконец-то сейчас повешу огоньки. Блин, я расстроилась. Почему только три штуки мне пришло? Непонятно. Пришла мне лампа. Как раз вот это маленький ночничок. Вот такой ночничок. Он, к идее, должен на сенсор реагировать, как вот предыдущие наши ночники. И на прикосновения. Повесила огоньки. И Киран мне первым делом говорит, мама, давай ляжем, будем валяться в кроватке. И лежал, смотрел на них. Мы очень понравились. Вот у нас облачко. Я его тронула. И оно сразу зажглось. Кстати, довольно ярко светит. Но оно желтое. Сверх желтый приятный. Белое слишком ярко для ночника светит. Но это и в отзывах написано. Так выглядит, когда оно с включенным светом. Внизу тут, конечно, разобранная кровать. Прикрепила просто на двустороннюю специальную 3М-липучку. Можно включить, можно выключить. Никаких проводов нет. То есть все наверху. Мама сама может включить. Сзади не видно. Это я специально поближе сделала, чтобы легче батарейки можно было достать. Но они под балдахин. Еще будет сверху балдахин легкий. Вот тут классно, что оно на магните крепится к стене. Чтобы вы могли режим менять. Вот здесь. Есть авторежим. Есть все время включенный вариант. Выключенный. И вариант авто. Он на звуки реагирует только в темноте. Вот на свету я стучу, он не включается. А когда темно, если я вот так сделаю пальцем, он включится. Потом, если никто вокруг не шевелится, сенсор ничего не улавливает. То есть мы заснули. Он выключается. И если мне надо, я опять пальчиком хоп, и он включился. Прикольная штука. И прикольно, что вот эта железка, я думала, как его туда-сюда снимать, одевать. Очень крепкий, кстати, магнит. То есть вот просто я снимаю наклейку на место, где хочу его поместить, леплю. И он у меня прикрепляется, и все. Прикрепила я облачко. У него тут, получается, три света будет. Вот этот самый тусклый как раз на ночь можно оставлять. Вот этот яркий самый. Он у него, и он его сам включать-выключать может, если что. И вот этот для красоты, который я уже только буду зажигать. Он будет знать, что ему его нельзя зажигать. Это для игр. То есть он вечером захочет, если поиграть, зажечь его. Я ему буду включать, и он тут будет сидеть у себя, как в домике. Если он захочет в кроватке поиграть. Так вот мне нравится этот цвет очень лет. Одну я взяла, чтобы сделать Кирину балдахин на кроватку наконец-то. Его кроватка будет практически готова, за исключением декоративных элементов. Всякие звездочки там я ему заказала флуоресцентные. И вот пришла тюль мне на стеллаж. Больше для уюта, конечно, а не для того, чтобы закрыть у него все весь свет. Как-то так, вот такой уголок у нас. Но с выключенным светом, конечно, очень классно смотрится. Я сама там люблю лежать. Меня Кирюша теперь все время просит. Мама, давай повалякаемся. Вот эти все мордочки я никак не решу, куда мне их деть. Думаю, скорее всего, вот сюда вот так три повешу. И четвертая, наверное, уже мне не нужна. Ну, а там стоит дешево, поэтому я написала продавцу, что он мне забыл одну. И если выключить свет, вот этот ночник просто обалденный, идеальный для сна ребенка. Он вообще не дает света в комнату. То есть ребенок спит в полной темноте. Но при этом он открывает глазки, ему не страшно. Он видит, что тут какие-то огоньки. Звездочки он их называет. Вот так если лечь, то вообще кайф, красота. Очень классно. И вот этот ночничок, он его сам включает, выключает. И этот тоже. А с этим мы просыпаемся, когда в садик идем. Утром еще темно. Он яркий, но не слишком яркий, чтобы у него глазки болели. И он просыпается. С тем он, если страшно, он его включает, спит. Если что-то приснилось, ему какие-то медведи сегодня ночью приснились. Ну, лежа прикольнее, конечно, с этим балдахином. Там у меня стоит зеркало, все никак его не повешу. Вопрос одной минуты. Но мне все лень. Вот, кстати, про размер комнаты. А то так я показываю все время, как будто у нас только это кровать и диван. На самом деле, вот диван закончился и вон еще. То есть диван это половина комнаты только, где заканчивается. И вон туда идет в углубление. По метражу не знаю сколько, но на глаз так 4,5 на 3,5 или 4,5 на 4 метра. Где-то так она выглядит. Ну, то есть вот в этой стене точно есть 4 метра минимум. И это выглядит похоже на 4. Ну, вот этот вырезается уголок. Но он не широкий на самом деле. Вот эта часть, она не очень длинная. Вот эти треугольнички у нас, вот сейчас видно, они золотые такие, бронзовые. То есть не как розовое золото, а бронзовые. Это мне нравится. Потому что так пустоватая стена была. Она была над кроваткой, было бы хорошо. А так зеркалом будет самое оно. В общем, как-то так. Почти готова наша комната. Жду Икею для шкафчика. Ой, как хорошо тут лежит. Да чего классный матрас. Просто обалденный. И он почему-то в этой кроватке спит лучше. Он вообще не встает, всю ночь спит. Обычно его что-то беспокоит. Тут он прям, я его бужу. Каждое утро бужу в сад. Стою в ночи, точу семгу. Уже целую тарелку съела, поливая лимончиком. И ем просто ее, само собой. Ночной жор. Вот так вот он проходит. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.